привет я дарья поздняк это вторая часть разбора моих работ и давайте погнали значит мы делим на две кучки что я себе оставляю и что я готова отдать первому из вас кто напишет кто хочет забрать в другие города да я тоже могу за ваш счет отправить вообще не проблема отдаю все бесплатно только за пересылку вы оплачиваете это времена института это что-то декоративное я же училась на что-то по близкой к интерьеру к интерьеру вот у меня окна и 1 окно какие-то декоративные цветочки о мы же оформить или точно мы же делали какие-то панно какие-то какое-то занавес я делаю для театра по моему как раз это у меня были эскизы занавеса интересность какие-то маски что-то тоже какое-то панно стилизованное декоративное на пятна ведь я сначала разбивала чб потом наверное я добавляла цвет на следующем эскизе да да это точно для какого-то театра видите сцена стульчики что-то нужно было сделать для занавеса что-то это занавес точно это были эскизы занавеса какое-то панно видимо где-то в холле тоже в театре окно с поворачивающейся рамой так чуть двери кривые да все правильно это вот так и понятия не имею что такое оформление чего-то какими-то наверное это батики может быть батики какие-то с подсветкой видимо как-то в интерьере я планировала это использовать а панно мы вообще у нас был какой-то предмет мы должны были делать какие-то панно из чего-то из керамики лес батика ли еще счета и вписывать их в интерьер то есть как бы оформлять интерьер своими работами и вот эти все предметы батик керамика резьба по дереву еще что-то они у нас все были то есть мы действительно все это руками попробовали сами вот делали кит небольшие образцы ну кто-то делать большие серьезные образцы тут уж кто как то во что гораздо так это какие-то 5 ски за что спальня да я думаю что вот он батик наверное это эскиза какому-то батику то есть вот он на стене панно вот тоже какое-то солнечное панно на стене вот что-то в интерьере какие-то панно да да это какая-то серия что-то связано с текстильными панно штура 5 я понятия не имею что жучки какой-то сбор материала для чего-то ну они мои это я точно помню вот вот они кстати мы подбираемся к финальному варианту вот этих вот масок эскизы этого занавеса смотрите так вот у меня был вариант занавеса еще шариками смотрите да они немножко отличаются о композиции чума неужели это моя я ее оставлю все композиции оставлю не знаю наверное потому что я никогда этим больше не занималась и эта тема как бы для меня никогда не была завершена то есть я бы хотела бы может быть дальше заниматься или пока не воплотить те идеи которые я не доделал сушки неужели от моей работы а я вообще вот этого не помню вот это просто чума я ее оформлю в себя повешу просто потрясно и по цвету по пятну ну тут может быть чуть-чуть по композиции вот тут добавить чуть черного фона блин неужели это правда моё так вот этих я оставляю еще шарики о шарики в цвете пошли смотрите-ка шарики в цвете японская штора много я делала на японскую тему музей народов востока посещала регулярно я там очень много делала разных зарисовок я никак не могу понять что мой преподаватель по поэктированию от меня хочет я ему каждую неделю приносила новые новые зарисовки он говорил ищи 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 просмотр был накануне надо было уже делать большую работу а он не давал мне никаких никаких как это сказать советов которые можно в жизнь применить то есть он просто говорил ищи и делай то есть он не говорю давай вот это вот так поправим и типа она будет лучше он говорил все очень размытый честно сказать мне поэтому поэтому преподаватели ничего хорошего говорить не хочется так эскизы будут кстати интересно по цвету почему только штора вот сюда выползает непонятно я не знаю куда что-то это с батиком связано эти рыбы это явно что-то связано с батиком так тоже панно на тему шахмат шахмат для какой-то кафешки смотрите что-то в классическом стиле о какая штучка вот это вот наверное гобелен и вот это вот наверное ткатка которая делать на станке ткут у нас кстати был гобелен его ткали точно дубатика у нас был гобелен наверное в это время мы делали какие-то вот проекты у классика какая тяжелая смотрите ничего себе уже я уже и забыла что мне такие были обалдеть обалдеть какие у меня были эскизы так это опять шахматная тема опять окна это что-то какой-то декоративно а это мы подбираемся к декоративной живописи ну конечно одна жёночка пошла декоративочка про преподавателя нашего по декоративной живописи я ничего плохого сказать не могу она молодец она присутствовала на всех занятиях она пыталась что-то объяснять она старалась как-то критиковать как-то направлять нас давала советы что в работе там поправить то есть она старалась хоть она была очень молодая но все равно она как бы старалась я считаю что она молодец как зовут я к сожалению не помню но сам предмет декоративной живопись это называлось декоративной живопись значит он у нас был лет ну наверное лет пять он шел или четыре ну в общем много и в конце первого года значит на просмотр я позвала свою подругу по студии аню нижник я и позвала на просмотр говорю слушай приди пожалуйста мне очень надо важно твое мнение приди пожалуйста на просмотр мне нужно понять что от нас хочет преподаватель что от нас хочет институт на этом предмете и так как наша группа скажем так не было самый сильный в институте я попросил ее сходить в другие группы посмотреть этот же предмет в других группах более сильных а и я очень надеюсь что она посмотрит и скажет мне что это за предмет и что я должна здесь делать потому что ольга сергеевна в студии до того как прийти в институт я видела что многие у нас рисовали какие-то декоративные работы они висели на стене в рамах все было довольно красиво но я этого делать тогда не успела поработать на эти темы я совершенно не понимала что же от нас хотят а поэтому вот я коньки обратилась чтобы она посмотрела мне сказала что же как же это самое и в общем она значит ходила посмотрела по всем группам приходит и год суждашь я не знаю ягод понятия не имеют я такое вижу первый раз это год совершенно никак не похоже на то что с чем я знакома я ведь ничем тебе помочь не могут идти по извини я такая опачки и вот тут я растерялась в общем что делаю я я вводил линию вводила фона какие-то орнаменты полосы пыталась их как-то объединять где-то это полоса что проходила фоне где-то в модели в общем мне самой сложно объяснить вот если это обнаженная модель значит это третий или четвертый курс уже по декоративке но также у нас были первые года и скорее всего мы до них сейчас дойдем там были натюрморты вот это кстати довольно неплохо выглядит по цвет что так сложилось вот они обнаженочки пошли ой много ну каким-то образом я задачи решал уж не знаю но в принципе вот это тоже довольно красивый я не уверена в этот что вот этот рыжий цвет что его тут так много надо но вот сама модель вы тут сидите у этом красиво опять же красиво что вот здесь идет черное здесь идет око красное вот здесь офигенно силуэтом играется и классный горшок вот с этими цветами то есть какой-то даже мне не свойственно вообще если вот это рыжий закрыть то все остальное очень даже красиво смотрится а на первых курсах у нас было вот мы натюрморты рисовали все то же самое только в натюрмортах тоже а у меня их много смотрите видимо я одну дело в разных цветовых гаммах так что это у нас по гобеленчик гобелен смотрите здесь как использовались ткани в интерьере как их можно использовать как плести как переплетать какая-то памятка вот по потолку можно пускать ткани шторы варианты шторман герену как бы на этом страточка заканчивается дальше этапа но я помню я много с ним работала много с ним билось для какого-то кафе она у меня типа предназначалась с рыбами такой декоративной детская наивная но я его помню то есть видимо она не в душу запала это видим расстановка мебель для этого кафе вот вход вот здесь видимо было это основной кафе 4 столика столиков маловато какая же у меня там площадь была что у меня в кафе 4 столика не знаю стулья какие-то я рисовала смотрите зарисовки стульев наверно для этого же самого кафе а вот эскизы пошли вот оно это основное панно и видимо два каких-то второстепенных и какие-то еще проходящие элементы по стенам какие-то травинки мне кажется я помню книжку детскую с которой я брала вот эти вот вот этих рыб откуда я брала эту траву и стилизовала ее это детская книжка мне в детстве папа ее покупал когда завела пугайчик или даже дают до этого очень помню там были красивые иллюстрации еще в школе училась так и это на цветной бумажке на зелененькой смотрите довольно красиво зеленая бумага выглядывает модель и гипс ну наверное тоже декоративка так это наброски явно декоративные это руки я видимо не успела дорисовать и только фонарики нарисовала интересно тикси гобеленские какие-то штуки вот он видимо гобелен в интерьере ой как красивенько что мне даже показалось что это приклеено нет это правда нарисовано видимо я вот тут сереньким наверное акварелькой залила блин выглядело конечно потрясно вообще классно прям она такая вот как будто бы это печать нет это конечно моя рука ну очень так нежно красиво сделано видимо мы делали какие-то зарисовки во время плетения гобеленов видимо надо было сдать какое-то количество поисков этих ковров ковров не ковров так еще одна с рукавами фонариками так зарисовки какие-то совсем быстро о план расстановки мебели как это квартира с эркером ну и плохая планировочка я бы не отказалась по такой квартирке мне тоже не так интересно так это возможно к этому эркеру эскизы ширма когда мы делали кстати батик одна из вариаций сделать свое изделие это было сделать ширму из батика то есть где-то заказать какой-то каркас туда натянуть ткань и ее расписать это была как бы фишка я все мечтала но у меня не было никакой возможности заказать где-то как-то купить этот каркас где-то купить было очень дорого заказывать каких-то своих знакомых через кого можно было бы сделать доступным для меня в тот момент ничего такого не было я к сожалению пролетала я могла делать только обычную стандартную картину прямоугольную на обычном подрамнике или прямоугольную или квадратную так вот это помещение я помню и сюда делала какое-то панно и какие-то вот здесь вот будут тернамент опять ковры ковры так круглый вход вот когда эскиз я нарисовала и мне надо было его сделать в большом количестве цветовых вариантов я его могла сканировать ксеркопировать даже вот это больше на ксерекс похоже выводить на печать и потом делать много-много вариантов цветовых так это декоративный элемент на цветной бумажке вот такую форму наверное все таки вот так это было вот этот вот с колоннами кстати на вот этот вот объект на вот этот проект я делаю еще макет из бумаги из пенокартона первый мой единственный макет в моей жизни вот еще вариации кстати помню на цветной бумаге у меня есть такой проект так это опять наброски по декоративке вот тут все на какой-то волнистой линии о обои обои пошли мы говорили что можно на обои красиво кстати довольно красивым хочу сказать мне нравится особенно вот это кстати смотрите вот он фонд ее фонд забрали но я была хитрая морда я не все отдавал фонд и один раз я даже из фонда почти из фонда украла назад свои работы иду я по коридору я надеюсь это видео не увидит мой преподаватель Владимир Викторович потому что лично к нему у меня нет никаких претензий у меня есть претензии к институту и к декану и когда на первом курсе у меня собрали все мои работы с моей полосы по рисунку и забрали все в фонд не оставив мне ни одной работы а это был самый плодотворный год по работе над портретом гипсы у меня было очень много работы они все были очень хорошие у меня не осталось на память ни одной когда у меня сгребли вот так вот просто всю полосу все работы унесли я пришла у меня пустая полоса и какая-то одна недоделанная работа на полосе висит у меня просто был шок у меня реально был шок я к такому не привыкла я пошла к декану спрашивать что за дела мне сказали что типа это вообще наш собственность типа тебя вообще тут никто не слушает типа проваливай у меня был просто шок у меня были слезы у меня был ну какой-то коллапс ну то есть я не понимала тогда что с одной стороны это как бы высшая похвала но потом я поняла что эти работы они к сожалению не идут в фонд так как он предназначен как он должен быть то есть он должен быть как хранилище хороших работ чтобы преподаватели могли брать эти работы и показывать студентам других курсов посмотрите здесь вот это посмотрите вот это то есть чтобы люди могли учиться как вот работы ну грубо говоря великих художников вот но обычно в институтах как оказалось это происходит так не буду говорить откуда я узнала что эти работы они дарятся разным важным людям которые там помогают институту и так далее или там в общем короче они используются не экологичным путем вот поэтому а потом я узнала что мой преподаватель Владимир Викторович он начал эти фондовые работы как-то забирать и ну следить за ними чтобы они никуда не девались я не знаю как они там это делали но в общем он приносил нам действительно эти работы показывал мы могли на них чему-то учиться вот и вот это было правильно и вот в такой как бы источник отдать свои работы вообще не жалко абсолютно не жалко но когда их забирают и никто потом их не увидит то есть это ну как бы в общем это не экологично это нехорошо так вот иду я по коридору открытая дверь в аудиторию стол стоит у входа и на нем лежит что-то знакомое я такая захожу смотрю мои работы лежат смотрю какие-то люди готовятся значит и к занятию вот а у меня такой был шок ну как бы такая была травма что у меня тогда забрали все работы мне было так обидно у меня даже фотографии ни одной ни одной фотографии не сохранилось вот реально у меня из этого периода всего одна работа которая осталась на полосе и то она доделана только наполовину то есть таких хороших работ быстрых в такой технике я никогда больше не делала и в общем я вижу свои работы и я такая подхожу вот так вот значит свои две там или три выбираю подмышку и дальше пошла и ну я не знаю вообще такие вещи в жизни никогда не делаю но меня тогда немножко это успокоило по крайней мере все равно грустно грустно вот кстати тоже фонд видимо я не все отдавала фонд может быть это тоже нехорошо но я вам объяснила только что почему это все происходит потому что эти работы не используются фондом так как они должны использоваться Вот они, к сожалению... Ну ладно, не будем о грустном. Вот они, значит, работы. Всё, эта кучка работ закончилась. Декоративные. Друзья, кому? Пишите и забирайте. А с вами была Дарья Позняк, и до новых встреч!